Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По заповеди Господа нашего Иисуса Христа мы должны искать прежде всего Божие Царство и Его правды, с верой в то, что все остальное земное, временное, необходимое в этой земной жизни приложится нам, прибудет нам, Бог даст нам. В пояснении этой своей истины Господь Иисус Христос сказал притчу о безумном богаче. У одного богача уродился большой урожай, и он волновался, куда же спрятать плоды этого урожая. И решил он про себя. Разберу старые житницы, построю новые житницы, большие, заполню их плодами земли, зерном, и скажу наконец своей душе. Много добра у тебя лежит на многие годы. Так этот богач, о котором говорит Спаситель, сразу встает на путь погибельный для своей души. И Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Наступит смерть, и кому все оно останется. И сказав эту притчу, Господь Спаситель заключил притчу словами. Так бывает с тем, кто собирает себе сокровища для себя, а не в Бога богатеет, не в Боге приобретает богатство. В этой притче Спаситель назвал богача безумным, нерассудительным человеком. Он, этот богач, безумный потому, что получив к своему богатству еще новое пополнение в виде неожиданного урожая, не хотел подумать о том, кто является источником всех благ на земле, откуда он получил этот неожиданный дар природы. Он безумен потому, что при своем богатстве не вспомнил о тех, с кем должен был бы поделиться этим даром Божиим. Он был уверен в том, что его добро, его богатство останется с ним на долгие-долгие годы, навсегда. Ему не пришло на мысль, что в одну минуту, в одно мгновение он может лишиться всего своего богатства, все оставить. Обращаясь к богачам, святитель Василий Великий в свое время говорил «Богачи, вы имеете леса, поля, луга, сады, пруды, рощи и многое-многое другое. А маленький уголок земли, имеющий один шаг в ширину и два шага в длину, будет вашим вечным жилищем. Вам нужен будет только этот маленький клочок земли, саванн и дождьчатый гроб». Не хотел об этом всем подумать богач, названный Господом безумным. И Господь, обличая его в своей притче, сказал «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Что это значит? Это значит жить для спасения своей бессмертной души, жить по-божьи, жить так, как велит жить Господь. Собирать то сокровище, которое с нами уйдет в мир вечности. А это вечное небесное богатство, собирать завещает, которое нам Господь Спаситель составляет. Вечное богатство составляет наша молитва, наше покаяние, причащение святых тайн христовых, очищение себя от греха, добрые дела, любовь к Дому Божию, к храму, смирение, взаимное прощение обид, всякое братолюбие. Все это является выполнением воли Божией, заповедей нашего Небесного Отца, заветов нашей общей Матери Святой Христовой Православной Церкви, которая, ведя нас по пути к вечному спасению, питает на этом пути благодатью Божией, подкрепляет нас своими молитвами, зовет в своих храмах спасать души наши. Своей притчей Господь напоминает нам не только о смерти, но и о возможности для каждого из нас смерти внезапной. Такая смерть может застать наше сердце во власти одной житейской суеты, во власти страстей и пороков, с которыми мы так плохо боремся и очищать себя от которых мы так ленимся на этом жизненном пути. А после смерти человек перейдет в ту страну, где нет места покаянию и исправлению, где мир совсем иной, мир другой, свободный от земных и плотских мыслей и чувствований. Есть люди, которые желали бы себе скоропостижной смерти, внезапной кончины, чтобы избежать предсмертных болезней и страданий. Но истинный христианин боится внезапной смерти и просит во многих молитвах, обращенных к Богу и Божией Матери и Святым Угодникам, сохранить его от такой смерти, смерти мгновенной, смерти внезапной. Мы знаем, есть среди праведников святые, которые умерли внезапно. Преподобный Афанасий Афонский был завален обрушившимся внезапно верхом соборного купола, который он осматривал. Праведный Артемий был среди поля убит молнией. И оба они, Афанасий и Артемий, сияют сомнами угодников Божиих. Но ведь они жили святую жизнью, ведь они по своей вере, по своим добрым делам, по смирению и чистоте были всегда готовы умереть и предстать пред Господом. И когда смерть застигла их внезапно, они своими чистыми душами ушли в вечную жизнь для вечной славы. А мы, мы грешные, мы слабые духом, подверженные греховным искушениям, не умеющие и ленивые бороться со своими искушениями, непрестанно молим себе у Господа, прочее время жизни нашей в мире и покаянии скончати. Мы просим христианской кончины жизни нашей, безболезненной, мирной. Мы хотим пред смертью проститься с ближними, примириться с Господом, очистив свою совесть в предсмертном таинстве покаяния, принять святые тайны Христовые в свои предсмертные дни, чтобы соединиться с Господом навеки своей душой, очищенной от греха в эти последние дни земной жизни, когда уже страсти и пороки, обычно властвующие в нашем сердце, по нашей немощи телесной уже не могут иметь обладания над нами. Но это скверна, которая в нас хранится, которой мы испачкались, которую мы носим, хотя она, может быть, и не бушует. Истинный христианин не боится пред своей смертью и пострадать в тяжкой и долгой болезни, ибо он знает, что если перенесет эти предсмертные страдания с верой, молитвой и терпением, Господь примет их в искупительную жертву за великое множество его грехов, если перенесем все с молитвой, терпением и смирением, себе во искупление, прося у Бога, чтобы Господь вменил нам во искупление. Жизнь человека, по слову апостола, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Так мимолетно, кратковременно, по сравнению с вечной наша земная жизнь. И в эту краткую жизнь, как говорит святитель Василий Великий, можно и приобрести право на вечное блаженство, и потерять это право, сделав свою земную жизнь переходом в страну вечной скорби и вечного мучения, ничем не утолимого духовного плача. Об этих истинах Господь напоминает нам притчей о безумном богаче. Приводя нам на память эту притчу, Святая Церковь хочет, постучавшись в наше сердце, еще и еще раз сказать нам, хотя и грешным, и немощным, но идущим за своим Господом, что пред каждым лежит священный жизненный долг на протяжении нашей земной жизни спасать душу. Мы должны трудиться над собиранием небесного богатства в течение этой земной жизни, не откладывая на завтра, ибо неожиданной может быть кончина для любого из нас. Итак, будем жить так, как учит нас жить Господь наш Иисус Христос, собирая то сокровище, то богатство, которое с нами уйдет в мир вечности, в Царство Небесное, Богу нашему слава ныне и пресно и в бесконечные веки веков. Аминь. Пусть и нас, иже есть и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле, крепно, что сущный дашь нам вниз, и оставим нам долги на шаг, я, Боже, и мы оставляем ложником нашим, и не гляди на свои искушения, но избави нас от глуха Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok